Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики нашего канала. Сегодня мы работаем с Мариной для вас. Сегодня будет видео необычное. Мы постараемся раскрыть все возможности карт Таро. Чтобы вы увидели максимальные возможности, на что способна карта Таро и как это все происходит. Может даже 2-3 части будет. Чтобы вы понимали, не в узком смысле, как большинство тарологов работает, все, вот семейные проблемы, финансовые и все, и предсказания. А именно прямо широко-широко-широко, насколько их возможно использовать. Неоднократно я писал у себя в телеграм-канале различные статьи о Таро. То есть Таро можно использовать и как в целях негативных, так и в плане помощи, ритуалы различные и так далее. У людей почему-то зародилась ситуация, что карта Таро это какая-то цыганщина, гадание, нечистая сила, темные силы и так далее. Это неправильно. Это все равно, что взять нож, в одних руках этот нож на благо служит, допустим, для людей, а в другом случае он убивает. Так же и здесь. Если вы с добрыми намерениями помочь людям, оказать помощь, это одно. А если там человек, там ритуалы, там еще что-то, там темные какие-то магические вещи и так далее. Поскольку душа имеет и светлую сторону, и темную сторону, также и карта имеет и светлую сторону, и темную. То есть кто куда их направит. Так же как и магия. Можно использовать во благо, а можно использовать во вред. Поэтому хочется раскрыть уже один раз эту тему максимально глубоко, чтобы вы поняли, какие возможности, как мы работаем, в каком контексте. Все вы знаете, что я уже 10 лет занимаюсь и контактерством, и ченнелингом. Работал с разными людьми, как бы, да, сам развиваюсь, медитациями, йогой занимаюсь. Там питался, там был на старый день и так далее. А опыт огромный, гигантский. И теперь вот этот весь опыт я пытаюсь максимально вложить в возможности ТОРО, чтобы ТОРО показали то, что они могут. Если кто еще не в курсе, за ТОРО стоят силы, тоже определенные, так называемые. Есть проводник определенный, который дает информацию. То есть это не просто сидит человек, ТОРО, и просто наугад какие-то карты вытаскивает, и просто что выпадет, то выпадет, и какую-то ересь там свою несет. А именно стоит проводник, который высокоразвитая сущность, которая сама эти карты как бы вытягивает, можно сказать, рукой ТОРО. ТОРО, то есть каждый раз карты выпадают правильные на любой вопрос. Но интерпретация от ТОРО, она бывает разная. То есть если ТОРО, грамотный, у него это в программе есть, у него опыт большой, он их трактует правильно. Иногда карты, да, могут играться там, потому что человек не должен что-то знать. Иногда там информация закрытая бывает. Карты тоже это показывают. И опытный ТОРО это видит. Поэтому первый вопрос. За картами ТОРО стоят какие-то, скажем, создатели, отвечающие за выпадение карт. Чтобы вы не понимаете, что это не просто там воздух, они просто выпали, а именно кто-то ими руководит с тонкого плана. Да, стоит, вот выпала королева Жезлов. Да, стоят сущности. Можно их так называть, можно назвать по-другому. Но есть как и светлые, есть так и темные. Поэтому здесь сидит рядом черный кот у кого-то, может быть. Смотря куда идет направление, что ТОРОЛОГ делает. То есть так, как я сказал, да, можно. Да, вот по одной карте, вот вам ответят. Начнем с питания. Можно ли с помощью карты РО подробно узнать, какой тип питания человеку подходит, как ему надо питаться там, да. Вот, как направить человек, чтобы он избавился от заболеваний с помощью питания. Ну, видите, здесь выпадает семерка утков, да. Ну, это все же таки, как бы, понимаете, человек становится на какой-то путь по питанию, да. Значит, какие-то придерживаться какому-то меню надо, да. И вот, да, могут подсказать карты, стоит ли вот к этому меню подерживаться или нет. Именно конкретно, что вот ему есть. Ну да, допустим, говоришь там яблоко, например. Да, Марин, яблоко, например. Можно такое сделать, скорректировку по питанию можно. Вот, допустим, там, когда мы работаем с заболеваниями различными, да. Допустим, вот я медик, например, да, у меня есть медицинское образование, я кандидат наук там, и мы с Мариной работаем. Да, Марина там не медик. Вот, я могу с Мариной поставить диагноз даже через карты. Мы много раз это делали, и диагноз, и какие таблетки принимать, и как лечить, как бы, и так далее. То есть это возможно, правильно? То есть карты могут это сделать. Ну вот туз мечей говорит о том, что да, это возможно. То есть заболевания, коррекция здоровья, там, психическое здоровье, там, и так далее. Ну вообще, как бы, видите, туз мечей отвечает за разум человека. Значит, в принципе, нужно сказать сто процентов, что карты-таро могут найти ответ на эти вопросы, что связано со здоровьем. Не только с разумом, но и внутренние органы даже, если есть какие-то деторождения, операции, если человек. То да, они, значит, могут лечить. Ну да, то есть дать рекомендации, да, что надо делать, от чего это заболевание у человека. Просто, когда человек грамотный, когда человек много в этой сфере работал, он может поставить перед картами правильные вопросы, нужные, и получить нужные ответы. Вот в этом соль. Не в том, что человек один может это сделать, таролог, а другой не может. Другой таролог, у него нету знаний, он не может в духовном развитии разбираться, в здоровье не может, потому что он не врач, он не понимает, что надо спрашивать, поэтому они этим не занимаются. А если человек в курсе духовного развития, да, в курсе питания, да, в курсе медицины, там, в курсе политики, если таролог разбирается в политике, у него хорошие политические предсказания. Если он не разбирается, ну, будь так себе предсказание, да, и так далее. правильно же я говорю вот смотрите выпало две карты девятка мечей и десятка пентаклей понимаете есть предсказание не только хорошего если плохие и поэтому интерпретировать иногда их очень сложно человек который хочет услышать каких-то хороших показания 2 говорит о плохих да у него как бы не стыкуется и также когда человеку говорит таролог что здесь все хорошо а он не понимает почему он ждет отрицательной информации поэтому все-таки нужно воспринимать таролога который говорит именно то что он говорит если он говорит это значит так она и будет может быть просто какое-то содержание плюс-минус разное время но тем не менее это произойдет таролог не может ошибиться так же как вот мы не договорили допустим да вот питание например да питание можно не только посмотреть взрослого человека там пожилого человека до корректировку зиму и ребенка что больше есть на что меньше есть про аллергии какие-то посмотреть как убрать эти заболевания так далее правильно же тоже можно все посмотреть да видите рыцарь копков он и говорит он сейчас также за детей деторождение да можно даже в процессе питания когда будут будет мамочка беременная даже можно ее скорректировать питание конечно то есть когда есть знания у тебя ты понимаешь что надо спрашивать единственное что еще раз забегая вперед просто скажу да мы же честно все говорим все-таки контактерство человек сразу да говорит быстро а карты таро требуется время много наводящих вопросов но это не умаляет их достоинства что с помощью карт нельзя дойти до какого-то финала и нельзя полностью картинку мира описать с помощью каждого даже там про какие-то цивилизации когда мы говорим да там космические про планеты там некоторые удивляются ой а вы куда полезли это чтобы ченнелера что с помощью карты игру нет мы не ченнелера и есть торолог который это может интерпретировать потому что у него есть какие-то знания правильно же я говорю видите не только как таро могут это говорить еще могут оговорить контактеры и также астрологи думаю эти тоже могут справиться потому что в этой сфере ходит тройка поэтому каждый прав по-своему однозначно да если у человека широкий кругозор если человек человеку это интересно до показать возможности я уже говорил все на канале мне интересно показать возможности с разных сторон да там нумерологии увидели до 2 час тоже видите не все верят правда в этой понимают но я пытаюсь это доказать что с помощью карта же можно много что посмотреть вот если грамотный контактер тоже очень интересную уникальную информацию дает то есть у каждого просто чуть-чуть разная интерпретация в меру своих знаний образования и понимания и она чуть-чуть может отличаться это вот важно понимать то что нам кто-то там говорит что когда-то там мы говорили на канале что там 2 это там ерунда это настя говорила когда раз во вторых даже если там кто-то говорил когда-то что-то он имеет право поменять свое мнение при развитии если человек не развивается он соменника не меняет он остановился в развитии а когда человек развивается волнами идет развитие то есть повышаются вибрации правильно же человек развивается и меняет свои мнение, и он приходит к другому уже умозаключению, что он раньше это не понимал, как я не понимал, возможно, когда-то что-то. Это нормально. Не надо вспоминать то, что было пять лет назад. Все мы развиваемся. Сейчас у нас развитие на канале многовекторно идет. Не моноразвитие. Я немножко перебью, Роман, и вот скажу. Я сейчас в процессе вашего высказывания вытянула карту семерку Жезлов. Ну, просто вот когда при вашем разговоре. И вот эта семерка Жезлов говорит о том, что человек, когда борется, то есть, значит, это карта борьбы, карта достижений, великих каких-то поставленных целей, реализация каких-то своего направления, искания себя. Если человек в процессе обучения, развития, он идет в правильное направление, то он будет принимать любую информацию, потому что вся для него информация, это полезно. А если человек только принимает и слышит только одну информацию, это неправильно. потому что развитие идет всю жизнь, и даже одной жизни не хватит, чтобы душа пришла к какому-то направлению, поэтому воспитание в саму душу входит очень много направлений, поэтому очень жалко, когда человек какой-то определенный, отвергает что-то, потому что при отвержении он не принимает, значит, что-то, значит, он еще не дорос. А когда человек воспринимает всю информацию, он готов впитывать когубку, а значит, он неправильный направлений, я так скажу. Вот с помощью карт Таро можно проверить, какая у вас энергетика. Достаточно вам энергии, почему утекает эта энергия, не хватает ли мужской энергии, женской энергии. Это очень важно для многих. Может, у вас рядом какой-то энергетический вампир существует. То есть полностью отработать с энергиями можно через карту узнать. Правильно же? Да, можно. Видите, выпала девятка окупков. Все это можно найти в процессе расклада. Можно найти, чего не хватает, какой энергетики или какая у вас вызвык энергетика, палаштыльная или отрицательная. Кто питается вашей энергетикой, почему вы устаете, это тоже можно найти. Недвижимость очень важная тема. Подходит ли вам квартира по энергетике, дом, машина и так далее. Очень много людей обращаются за помощью определиться. Допустим, человек снимает какую-то недвижимость, помогите найти. Потому что, если человек с нами давно развивается, он очень понимает, что это настолько важный вопрос. Сможете вы комфортно реагировать на какие-то вещи, какие-то подсказки приходит. Как вы будете медитировать в этой квартире, как вы будете развиваться. Финансы даже, если вы неправильно подбираете недвижимость, в одной квартире у вас больше финансов будет, в другой меньше. Об этом вы много раз говорили с моим подписчиком. Вот еще раз карты вам об этом говорят. Ну вот видите, здесь также выпадает, видите, туз пентакли. И туз пентакли как раз вам и говорит, что это как раз идет из области приобретения. Мы как раз говорим про квартиру, да, и это сто процентов можно узнать информацию о том, что какая квартира вам подойдет, подойдет для чего. Вот именно для положительного создания семьи, чтобы дети были хорошо, комфортно себе чувствовали, развивались, чтобы вы могли развиваться в этой квартире. Да, это сто процентов можно узнать на расхлане. Да, подходит ли вам эта квартира по энергетике, не подходит ли вам, стоит ли ее продавать, например, да, за сколько продавать, как быстро вы продадите, там, и так далее. Это все можно узнать с помощью карта РО. Этим мы постоянно и занимаемся. Это настолько важно, там, многие просто на это не обращают внимания. Подходит ли автомобиль вам? Не все автомобили вам идеально подходят. Бывает, что один автомобиль вам лучше, марка автомобиля подходит, сам автомобиль, какой лучше купить. Вот вы пришли там, допустим, у вас там 2 миллиона, неужели нельзя там какие-то небольшую маленькую сумму потратить на консультацию, чтобы узнать, какая машина, стоит ли ее брать, там, да, может она вообще несчастливая какая-то, там, и так далее. Ломалась постоянно. Бывает, одна и та же машина, одна ломается постоянно, другая не ломается. Все зависит от энергетики. И такое бывает. Поэтому всегда рекомендую прибегать. Верите торологу, добро пожаловать. Верите контактеру, добро пожаловать. Нравится нумеролог, добро пожаловать. Все вот эти моменты, да, вот мы сейчас пытаемся рассказать возможность карт. То есть недвижимость там, да, предмет, кстати, да, правильно же можно любой посмотреть, какую энергетику несет тот или иной предмет. Конечно же, да, вот видите, семерка Пентакли говорит о том, что такое развитие событий, да, какая вещь, даже он что принесет, можно, да. Это очень важно, потому что мы живем в энергетическом мире. Те, кто думает, что только мы на физике живем, они ошибаются, всего лишь один процент. То есть все события, которые происходят вокруг нас, мы должны распутать узелки этих событий и объяснить человеку, почему у вас нет денег, почему нет здоровья, почему какие-то проблемы в семье, почему на работе проблемы, почему там с соседом проблемы, почему там проблемы, сям, правильно? Это же можно все это досконально разобрать с помощью карта РО. Да, однозначно. Видите, даже еще, как они говорят о том, что у карты вот ТОРО, вот видите, карта выпадает, какая, паш мечей и выпадает дурак. Нулевая карта. Просто все области ТОРО, которые он может из себя включать, и их способности, еще даже до конца сами не изучены, на что ТОРО возможно. Очень много всего, что может ТОРО сделать. Даже больше того, что вы перечислили. Вот как раз мы сейчас этим с тобой занимаемся. Мы снимаем видео на разные темы, показать людям, на что способны карты ТОРО. Одно дело там, да, может быть мы еще там не какие-то там супер мастера там вселенной, да, что с закрытыми глазами можем любую карту за секунду трактовать идеально, так как все хотят слышать. Мы к этому стремимся, мы к этому идем, мы тоже совершенствуемся. И вы с нами совершенствуете. А когда кто-то там сидит такой и летает там над стулом там, да, и рассказывает, что он там может левитировать, а там магнит какой-то внизу у него сидит, и вы все верите в это, да, это другая тема. То есть нужно понимать, что развитие, оно бесконечно. Что наше развитие, что ваше развитие. Мы пытаемся показать, как вот карты могут вам помочь. Это очень-очень важно. Я думаю, что мы еще снимем еще две части, наверное, сейчас мы прекращаем. Вот обязательно пишите свои вопросы. Вот кому что непонятно, будем объяснять, рассказывать. Если интересны какие-то темы, чтобы мы затронули вторую, так же пишите. Вот. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ютуб-канал, лабиринты знаний, хранители знаний. И всегда ждем вас на наших консультациях. Удачи вам, развиваемся вместе. До свидания.